Официально картина происшествия выглядит так. 2 января 2022 года примерно в 5.45 на 277-м километре трассы Р-22 Каспий в Скопинском районе возле села Вослибова водитель рейсового автобуса Москва-Астрахань не справился с управлением и совершил столкновение с опорой железнодорожного моста. В момент аварии в салоне находилось 49 пассажиров. Жертвами трагедии стали 5 человек, в том числе и находившиеся за рулем. В Скопинском межрайонном следственном отделе Следственного управления ИСК России Паризанской области по факту смертельного ДТП в Скопинском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. В рамках расследования уголовного дела следователям будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. А расследовать есть что. Оказывается, перед смертельной аварией, как сообщает телеграм-канал 112, злополучный автобус ранее попал в еще одно ДТП. Автобус компании «Транслайн» выехал со станции Соларьева в 21.15. И, по словам пассажиров, его сильно трясло, а задние оси машины прыгали. После двухчасового пути 47-летний водитель, управляющий транспортным средством, задел по дороге другой автомобиль. Как сообщают пассажиры, никто не пострадал. Но пришлось дожидаться ГАИ. По словам очевидцев, после длительной остановки водитель резко увеличил скорость. Прокуратура области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в МВД Скопинске, по факту аварии, произошедшей 2 января на 270-м километре автодороги Р-22 «Каспий» по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших в неосторожности смерть двух или более лиц. Кроме того, прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства безопасности дорожного движения, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. На сегодняшний день в стационаре областной клинической больницы трое тяжелых. Впрочем, по словам врачей, им сейчас уже лучше. Еще 10 человек находятся на стационарном лечении в Скопинском межрайонном медицинском центре. Расследование продолжается. Герман Гущин, телекомпания «Город» при содействии телеканала Верда ТВ.